Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». Сегодня подробно поговорим о политике. В нашей студии гость Игорь Морозов, член Совета Федерации, Федерального Собрания, сенатор от Рязанской области. Игорь Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Игорь Морозов стал одним из самых заметных участников, проходящих сейчас в Рязани, праймерис, предварительного голосования партии «Единая Россия». Партия «Единая Россия» отбирает своих кандидатов на выборы в Рязанскую областную думу. Игорь Николаевич, у вас уже была площадка, уже встречались с людьми, уже общались. Но, собственно говоря, зачем вам, сенатору, эти праймерисы, зачем вам выборы в Рязанскую областную думу? Вы знаете, мне кажется, что праймерис и региональные выборы, они нужны любому федеральному политику, потому что у него есть возможность общаться со своими избирателями, с жителями области, интересы которой он представляет в Сенате, в Совете Федерации. А это палата регионов, где решаются проблемы регионов. Я думаю, что, кроме этого, я считаю своим долгом поддержать партию, которую создавал президент России Владимир Владимирович Путин, потому что сегодня в условиях жесткого противостояния с Западом партия поддерживает всю политику, которую проводит Путин. Его поддерживает парламент, его поддерживает Сенат. И, конечно, на уровне регионов мы должны быть сегодня все вместе. Ну, вот ваше, скажем так, впечатление от той площадки, от того общения с рядовыми рязанцами, которые пришли, скажем так, выбрать лучшего из лучших и определить своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах. Что вынесли для себя из-за общения с людьми с этой площадки? Мне понравилось вчерашнее общение в 14-м округе. Я первый раз участвую в подобном мероприятии. Но мне показалось, что между залом, в котором находится, наверное, кроме актива партии «Единая Россия», еще и жителей района состоялся такой диалог прямых вопросов и ответов. Несмотря на то, что выборная кампания не началась, но присутствующие, как бы все жители вот этого района, они показали, что будет очень серьезная дискуссия и борьба за места в областную думу будет очень серьезная на уровне партии. И понятно, какие. В первую очередь, это парламентские партии. Сегодня делают большие заявки и партии, которые стремятся в парламент. Это и патриоты России, и Родина, и гражданская платформа. Поэтому мне кажется, что вчера получилась такая обкатка перед предстоящими выборами, которая полезна любому, в том числе и начинающему политику. Игорь Иванович, праймерс – это еще возможность, наверное, для вас как-то отчитаться перед людьми о своей работе. Вы уже без малого три года представляете Рязанской области в Верхней Палате нашего парламента. Вот что за эти три года считаете главным своим достижением? Что главное в вашей работе? Я думаю, что поскольку наш комитет занимается парламентской международной деятельностью, главным направлением было это постсоветское пространство. Я думаю, что и Крым в тот период, не относящийся к Российской Федерации, был нашим главным направлением. И мы видели, что происходило по недавнему фильму, которому принял участие президент. Вот там было показано все настоящим образом. Вот так принимались решения президента по докладам, которые ему исходили прямо непосредственно из Севастополя, из Симферополя, о настроениях, о замыслах, скажем, правого сектора. Фактически за этим стояли американцы, потому что они проплачивали всем радикалам, которые принимали участие на Майдане. И историческое возвращение Крыма в Российскую Федерацию, я думаю, что одно из главных достижений, в том числе и Совета Федерации. Поскольку я возглавлял делегацию, которая там была еще задолго до всех этих событий, включая тот период, когда шли захваты административных зданий Верховного Совета, Совмина, попытка захватить МВД, атаковали подразделения Беркут, затем схватки, в том числе и с применением огнестрельного оружия на Севаши, ну и так далее, и так далее, и так далее. Затем Донбасс и Украина. Сегодня это наша боль. Мы пытаемся сегодня выправить ситуацию как можем, но совершенно понятно, что правительство, которое пришло к власти через, скажем, программу Соединенных Штатов Америки, создание дестабилизирующей дуги у наших границ, оно некомпетентное, оно довело Украину просто до экономического коллапса. Вы представляете, страна, у которой нет золотовалютных резервов. Страна, где потери экономики, если считать по ВВП, составляют 17% в год. Это значит, вообще через 5 лет вообще страны не будет. И нищета населения за год практически увеличилась в 4 раза. Платежи по ЖКХ по разным параметрам поднялись в 8 раз. Вот как можно выжить простым людям, которые не имеют доступа к кормушкам олигархов в сегодняшней Украине, и саммит, который Евросоюз проводит в настоящее время по восточному партнерству, куда входит Украина. Я думаю, что это последний саммит, потому что Евросоюз понимает, Украину принимать к себе нельзя. И мне кажется, он просто выбросит ее на рассмотрение международного сообщества. Что сделать страной, где почти 50 миллионов населения и нет экономики? Кто за это будет платить? Ну, а мы в это время разворачиваемся в сторону Азии. Создан Евразийский экономический союз. ЕС уже хочет приступить к переговорам. ЕС и ЕАЭС. И мы приступаем к переговорам в рамках Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества ЕАЭС БРИКС. И идем вперед в сторону Азии. Юрий Николаевич, я благодарю вас. Игорь Морозов, член Совета Федерации, Федерального собрания России от региональной политики к федеральной. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова